Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по воскресным Евангелиям и сегодняшнее Евангелие о Самарянке. И мы читаем четвертую главу Евангелия от Иоанна с первого стиха и ниже. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею, надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, здесь мы видим, что иудеи с завистью смотрели на тияние Христа. И когда они увидели, что Он принимает учеников больше, чем Иоанн Креститель, они высказали ревность и недовольство по поводу этого. Хотя известные слова «свет» во откровении языков – это была та воля Божия относительно всего еврейского народа, который они, увы, не исполнили. Хотя у пророка Исаии сказано, что они должны быть народом, светом для всех язычников, племен и языков. Но вместо этого они замкнулись сами в себя, сами на себя, и каждый стал как некий такой человек в футляре, забыв о этом призвании. Но когда Симеон, богоприимец, берет Христа, младенца на руки, он произносит именно эти слова, потому что то, что не выполнил еврейский народ во всей своей совокупности, исполнит Христос. И его ученики, апостолы, тоже евреи, верный остаток Божий, без которого мир не смог бы обрести истину и увидеть свет. И вот Христос проходит через Самарию. Пятый стих. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодезь Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около шестого часа. «Эта земля была добыта Иаковом, его мечом и его луком», как он говорит своему сыну Иосифу, отдавая ему этот особый надел земли, где был и колодезь. «Колодезь» – это символ Слова Божия. И, как общеизвестно, чем глубже колодезь, тем чище вода, которая в нем содержится. То есть, чем более мы углубляемся в исследование Священного Писания, тем чище открываются нам источники этой благодати, тем более ясными, прозрачными они становятся для нас. «Колодезь» в Библии – это стратегические миссионерские точки. Мы знаем, что Елиазер, слуга Авраама, находит невесту для своего господина Исаака Ребеку у колодезя. У колодезя Моисей находит свою жену. «Муж и жена» – это одно из соотношений между Богом и Его народом, наряду с другим соотношением отец и его дети. То есть Господь обретает нас через исследование Писания. И когда мы углубляемся в откровение Божие, то мы переживаем встречу с Ним самим, о котором сказано в Евангелии от Иоанна, «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины». Из общей человеческой истории известно, что когда неверующие или даже иудеи начинают более глубоко исследовать Писание, то рано или поздно они приходят неизбежно ко Христу. Если их сердца открыты навстречу Его божественной любви. Итак, Христос, утрудившись, сидит у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищу». Христос обращается к Самарянке с просьбой «Дай мне пить». Он, источник воды, текущей в жизнь вечную, просит пить у той, которая, может быть, каждодневно приходила к этому колодзю, потому что сколько бы она ни брала бы воды, через какое-то время эта вода кончалась. Здесь есть некий такой сложный парадокс. Дело в том, что иудеи с самарянами не сообщались. И попросить, чтобы самарянка подала бы пить, скажем так, ортодоксальный иудей не мог, потому что это считалось некошерно, из рук самарянки взять воды. Но Христос, Он пришел в этот мир не только для того, чтобы даровать истину еврейскому народу, но чтобы спасение достигло до пределов земли, до края земли. Край земли – это сердце каждого человека, независимо от его нации. И самарянка, которая понимает эту ситуацию, что есть некие такие галактические запреты у иудеев того времени, она говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». То есть на тот момент существовали вот такие строгие галактические правила, что иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Христос есть источник живой воды, которая текет в жизнь вечную. Для нас эта живая вода – это четыре Евангелия. И давайте вспомним, когда Бог сотворил человека, Адама, Он поместил его в особом месте, которое называлось рай, Эдем на востоке. И Адаму было сказано, «Храни и возделывай это место», а рай омывался четырьмя реками, который символизирует собой четырех евангелистов, наставления которых омывают внутренний мир каждого верующего христианина. Земля, которую мы должны возделывать, это мы сами. Но для того, чтобы возделывать свой внутренний мир, мы нуждаемся в этой влаге, чтобы сила слов Евангелия проникала бы внутрь каждого из нас. И что происходит далее? Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина, говорит ему, господин, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты, Божий отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Как я уже сказал, скорее всего, самарянка часто приходила к этому колодцу, потому что рано или поздно вода кончалась. Этот колодец в некотором смысле символизирует собой Ветхий Завет, который был заключен в ограду предостережений и предписаний, как этот колодец был обложен древними камнями. Но закон, ослабленный плотью, никого не мог довести до совершенства. Конечно, люди получали ощущение блаженства, исполняя Божий закон. Ибо награда за исполненную заповедь – самовозможность исполнить заповедь. Но когда они впадали в состояние греха, становились ослушниками воли Божьей, конечно же, они испытывали глубокое разочарование в самих себе. И надо было искать выход из этой ситуации. И когда Христос говорит вот эти слова, когда Он говорит, что Он – источник воды, текущей в жизнь вечную, и если кто выпьет воду из этого источника, он не возжаждет опять, как в случае с человеческой попыткой исполнить закон Бога. Назначение закона – закон – это как зеркало, которое показывает нам наше настоящее состояние. Но если ты смотришь в зеркало, но ничего не предпринимаешь, для того, чтобы что-то изменить в себе, зачем тебе это зеркало? Человек и не может ничего предпринять, чтобы что-то изменить в самом себе. Христос говорит, без Меня не можете делать ничего. Только обратившись к Новому Завету, к этому источнику благодати, которое струями наполняет всю Эйкумену, всю Вселенную, человек может испытать удовлетворение. И при этом он будет знать, если он оступится, падет, то той же милостью, какой он прощен, он будет прощен вновь и вновь. «Ибо семь раз упадет праведный и семь раз подымется, и это только заслугами Христа, ибо пред своим Господом мы живем, и если упадем, пред ним подымемся, и он силен прийти к нам навстречу». Как в случае с апостолом Петром, который решил идти по водам и вышел из лодки, когда Христос позвал его к себе. И пока он смотрел на начальника и совершителя жизни, Христа Иисуса, он шел. Но как только он посмотрел на эти огромные волны, на это мрачное небо, гром, молния, все это ослепляло и оглушало его, он испугался и стал утопать. И Христос сразу приходит к нему на помощь, протягивает руку помощи, вводит в лодку, которая является символом церкви, и только потом говорит, маловерный, почему-то усомнился. Христос всегда и во веки тот же. И тот, который повелел Петру идти по водам, и тот, который пришел к нему на помощь, когда он утопал, это тот же Христос, который помогает нам исполнять святой закон. И если у нас не получается, он протягивает нам руку помощи. Итак, Христос говорит, всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей жизнь вечную. Однажды апостол Павел сказал, что он, Павел, по закону непорочный, ища оправдание во Христе, оказался грешником. даже механическими действиями, исполняя заповеди, человек не может исполнить их до конца. Да, возможно, Павел никого не убивал, будучи савлом, но он одобрял побиение камнями архидиакона Стефана. Да, он мог не совершать прелюбодеяния, но он мог смотреть с вожделением, а Христос говорит, всякий, кто смотрит с вожделением на женщину, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Поэтому, ища оправдание во Христе, он оказался грешником. Он понял свое несовершенство, ибо Христос, говоря о святости закона, он показывает, что исполнение закона и его нарушение – это то, что происходит в сердце, ибо Царствие Божие внутрь нас есть, а не в тех внешних проявлениях нашего существования, то, что многое мы делаем напоказ. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать, когда Христос становится твоим источником. ты не имеешь жажды, которую всегда будет вызывать в тебе исследование закона Божия, потому что ты видишь всегда исследуя закон Божий несоответствие между тем, чему тебя Господь призывает, и тем, чем ты являешься на самом деле. Но осознав, что спасение наше не в делах закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть, уверовав в благодать божественное милосердие». Ты потом убеждаешься с каждым движением, с каждым деянием, с каждой молитвой, что, избрав этот путь, ты теперь идешь в правильном направлении. Это все равно, что человек шел в одном направлении, ему сказали, ты не туда идешь. Он разворачивается на 170 градусов, идет в другом направлении. Все, что было справа, стало слева. Все, что было слева, стало право. Справа. Вот такие кардинальные изменения ждут нас во Христе. Они сравнимы с новым рождением. Поэтому беседую со старцем Никодимом, Христос говорит, тебе надо родиться свыше. Итак, женщина просит, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Иисус говорит, и пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Христос не нарушитель закона, Он исполнитель закона. Он сам говорит о себе, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. А глава жене муж. Поэтому Христос говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина должна все делать с оглядкой на своего мужа, на мужчину. Но женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Господь знал, что у нее нет мужа. Он хотел проверить ее сердце. Он знал ее жизнь. Как я уже сказал, в глазах Бога мы все прозрачны. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Женщина, удивленная такой прозорливостью, говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Самаряне, они были членами одного религиозного движения, секты, и у них было альтернативное место поклонения, альтернативное духовенство низ колена Левина, даже альтернативное пятикнижие, известное самарянское пятикнижие. И она задает ему вопрос, как пророку, отцы наши поклонялись на этой горе, имеется в виду гора Горезим, гора благословения, была напротив этой горы другая гора, Геваль, гора проклятия. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Она хочет понять, кто более правильно прославляет Бога в настоящее время, но она даже не догадывается, что Христос приносит новый завет, что Он меняет судьбы всех. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, оно наступает с Его пришествием, как Иоанн Креститель говорил, приблизилось Царствие Небесное, Царствие Божие. Царствие Небесное, Царствие Божие – это Церковь Иисуса Христа. Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяться. Теперь Он возвращается к настоящему времени, сказав о начале Нового Завета. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, словами спасения от иудеев, Он сам себя отождествляет Светхозаветной Церковью. Но настанет время, теперь опять Он говорит о Новом Завете, и настало уже, то есть Его пришествие, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Поклонение Богу в Духе и Истине. Что такое поклонение? Это покорное служение, когда человек не просто верит в Бога, в его существование, он верит самому Богу, с полным доверием относится к тому, что Бог предлагает нам. Поклонение в Истине – это поклонение действием Духа Святаго, ибо Дух Святой есть истина, и Христос есть истина, и Закон Божий, Слово Божие есть истина. Только во Христе и через Христа мы имеем понимание библейского откровения. мы имеем доступ к благодати Божией в Нем и с Ним. Мы можем стать новым Божьим творением, людьми, которые ходят в обновленной жизни. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины. Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, она уже начинает что-то предчувствовать, о чем-то догадываться. Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иудеи ждали Мессию Христа для себя, только для себя. Самаряне, мы видим это здесь, ждали Мессию только для себя. Есть нечто трогательное в том, что весь род человеческий так или иначе хочет связать себя с Личностью Иисуса Христа. Энгельс в свое время написал работу, которая называется «К истории первоначального христианства». Там он видит социальное начало в начатках евангельского учения. И в этом есть нечто трогательное, что безбожник обращается ко Христу. Однажды я шел по Арбату и увидел пляшущих, скачущих кришнаитов. И один из них, увидев у меня крест на груди, подбежал и сказал «Батюшка, вы знаете, Христос тоже был кришнаит». И побежал дальше, прыгая. Меня это тоже как-то немножко удивило. Даже они, непонятно во имя кого, прыгающие на улицах Арбата, они хотят видеть Христа в своих рядах. Я помню, в советское время я общался с первыми хиппиами, я проводил среди них миссионерскую программу вместе с рабом Божиим Евгением Тримаскиным, который сейчас уже стал священником. Он приходил на эти встречи с гитарой, пел христианские канты, я читал Библию, потому что с ней приходил на эти встречи. И вот хиппи говорили, они все были под впечатлением рок-опера «Иисус Христос суперзвезда». Ведь Христос был как хиппи, и у него не было места, где главу подклонить. Он ходил с места на место, а некоторое время назад бомж, получив благотворительную тарелку с супом, сказал «Христос тоже был бомж, хорошо, что вы приехали и помогаете нам». В этом есть что-то трогательное, наивное. Все хотят видеть его в своих рядах. Иногда это переходит границы дозвольного и граничит с кочунством, но само это стремление к нему, оно чем-то обусловлено. И вот то, что самарянка начинает говорить о пришествии Мессии, он придет, возвестит нам все. Иисус говорит ей, он отвечает на это искание, на это движение ее мысли, это уже движение ее мысли, неправильное движение, но навстречу к нему. Неправильное, потому что она не преодолела в себе суеверие самарянства. Самаряне признавали только пятикнижие и не пользовались текстами пророков. Иисус говорит ей, это я, который говорит с тобою. То есть он говорит, я тот, который придет, я тот, который возвестит вам все, я, который говорю с тобою. И сейчас в этот момент Христос говорит с нами через это Святое Вечное Евангелие, которое мы читаем сегодня о самарянке. И он ведет диалог с твоей и моей совестью через этот священный текст. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. В те времена было принято с женщинами не разговаривать. Разговаривали чаще с ее мужем или через ее мужа разговаривали с ней. Однако ж, ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Немножко непонятно, зачем тогда об этом упоминать, если этого не было. Они этого не сказали, но они это подумали. Чего он требует от нее, о чем он говорит с нею, они это подумали. Тогда женщина, оставив водонос свой, пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека. В синодальном переводе это слово стоит с большой буквы. Иисус Христос человек с большой буквы. Меня очень поразило, когда в советское время я читал историю философии, которую написал безбожник Людвиг Фейербах. Но этот безбожник пишет в начале своей истории философии до появления христианства человека как такового не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное. Грек был греком, иудей иудеем, римлянин римлянином. И только с приходом христианства появилось понятие о сыне человеческом с большой буквы. это к тому, что я уже сказал. Мы кто-то или что-то во Христе и за Христом. И мы никто и ничто без Него. И вот женщина прибежала в свой город, и она говорит, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос. Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Также Христос сказал однажды, «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Здесь он говорит, что его пища – это стремление исполнить волю Отца Небесного. Но в Библии есть Господне руководство к действию для каждого из нас. И насыщая себя этими глаголами вечной жизни, мы реально становимся новыми людьми, новым человечеством, ходя в обновленной жизни пред Христом, Господом нашим. Как я уже сказал о самарянах? Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма. Они имели альтернативное место Богу поклонения не на горе Мария в Иерусалиме, а на горе Гризим, альтернативное духовенство из Калина Левина, и даже альтернативное самарянское пятикнижие, которое насчитывает до 7 тысяч разночтений с еврейской Масурой. То есть это классическая секта, это ересь с точки зрения их отношения к ветхозаветной традиции, к ветхозаветной церкви. И когда Христос посылает своих учеников на проповедь, первое, что он им говорит, на путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 5 стих. Почему Христос так говорил? Потому что он пришел в этот мир прежде всего к израильскому народу, с которого и надо было начать проповедь. И апостолам своему. Он говорил однозначно «Идите на ипаче к погибшим овцам дома Израилева». Но народ в том состоянии, в котором он находился тогда, не оказался способен принять его как мессию. Христос не разделяет вероучений самарян, когда он говорит «Вы не знаете чему кланяться, а мы знаем чему кланяться, ибо спасение от иудеев». Евангелие от Иоанна, 4-я голова, 22-й стих. Как я уже сказал, словами спасения от иудеев он отождествляет себя самого светхозаветной церковью, но он есть начало чего-то большего. В Евангелии от Луки рассказывается это Евангелие от Луки 9-53, что когда он путешествовал в Иерусалим через земли самарян, там не приняли его, то есть самаряне не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, то есть он одевался соответствующим образом, талит, молитвенная накидка, филактерий, все как положено для паломника, и самаряне возмутились, что он проходит в таком виде через их селение. Иудеи не любили самарян, они не сообщались с ними, как мы уже выяснили. И даже апостолы, когда они увидели, что самаряне хотят прогнать в том случае Христа, сыны Завидеевы, как их Христос назовет сынами Грома, Яков и Иоанн, восклицали, Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал, но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. в православной толковой Библии дается некое пояснение на гневное заявление сынов Завидеевых, которых сам Господь назвал сынами Грома, желавших подобно Ильи пророку не звести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают очевидно, что, как ученики Христа, живущие уже в Новом Завете, они в Ветхом, как Илья, они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. И Илья также имел в себе Духа Божия, но тот Дух был иной, иначе проявляющий себя, чем Дух, под действием которого находятся ученики Христа. А как Дух Святой проявляет себя среди христиан? Апостол Павел пишет, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Христос говорит сынам Громовым, сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И его разговор с самарянкой побудил самарян выйти во множестве из селения к колодезю Якова. И потом Христос приходит в их селения и находится там целых два дня, наставляя и назидая их в правде Божией. Известная притча о добром самарянине, это Евангелие от Луки, 10 глава, с 30-го по 37-й стих. Она показывает, что нравственные качества этих сектантов, еретиков были достаточно высокие. Но были, конечно, исключения, если самарянка имела пять мужей, в кавычках мужей. Притча о добром самарянине показывает высокие качества этих людей. В этой притче избитый человек лежал брошенный всеми и мимо пробегала ортодоксальный священник и не остановился. Наверное, он спешил освещать колесницу. Потом пробегал певчий левит, наверное, на спевку хора спешил, тоже не остановился. А вот самарянин, точный сектант, точный еретик, остановился и позаботился об этом человеке. Христос рассказывал эту притчу, отвечая на вопрос, кто мой ближний? И он показал, что ближним может оказаться и человек другой веры. Евангелие показывает, что эти еретики, сектанты, самаряне, были и более благодарны Богу. Когда Христос исцелил десять прокаженных, только один из них вернулся поблагодарить его, и евангелист Лука, 17 глава, 16 стих, с какой-то досадой пишет, и пал ниц к ногам его, то есть Христа, благодаря его, и этот был самарянин. А где же иудеи? Христос так часто хорошо отзывался о самарянах, что противники Христа, смотрите Евангелие от Иоанна 8, 48, говорили о нем. Не правда ли мы говорим, что ты самарянин? Это они бросали ему в лицо. О Христе сказано в Слове Божьем. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6, 7 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он умаляется перед всеми и каждым. Он есть Бог иудеев, и самарян, Он есть Бог русских, евреев, чеченцев, американцев, канадцев, африканцев. Он Бог для всех. Христос, как Сын человеческий, был человеком для других людей от начала и до конца. Апостолы, подражая Ему, тоже стремились отождествлять себя с объектом проповеди. Так, в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 19 по 22 стих, апостол Павел пишет, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести для иудеев, я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Христос настолько отожествил себя с объектом проповеди, он стал, соделался подобным человеком, и по виду став как человек. И в другом месте Павел пишет, принял образ раба, был искушен во всем, кроме греха. Поэтому не будем удивляться, что он приходит в селение Самарян. Потом он вкусит смерть нас ради человека и нашего ради спасения. Нас ради человека и нашего ради спасения он сойдет в ад и облистает его сиянием божества. А мы знаем, что Христос и вовеки тот же. Это значит, что сегодня, сейчас он готов войти в ад твоей и моей души, если там есть некая нераскаянность, и облистать сиянием божества. И он это делает в святых дарах, которые, износя из алтаря, церковь возглашает со страхом Божиим и верою приступить. Христос никого не гнушается. Он открыт по отношению к каждому. Ибо воля Божия, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. И Христос действовал в соответствии с этой волей Божией. Ибо само Его пришествие в этот мир есть акт высшей божественной любви, как и сказано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погибы, но имел жизнь вечную. Итак, возрадуемся в этот день, самаряне. Возрадуемся в этот день, славяне. Возрадуемся в этот день, евреи. Его Слово опять достигло нас. Мы читали историю самарянки и получали те назидания и наставления, которые эта история и может сообщить нас. С праздником! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.